Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и сегодня я хотел бы рассказать о том, как можно массово изменять информацию в видеороликах, а точнее в нескольких видеороликах на вашем YouTube-канале. Очень интересная фишка, которая, в принципе, была сделана, я думаю, уже как довольно-таки давно, но рассказать я решил только сейчас, да, нашел возможность, нашел время, присмотрелся, думаю, почему бы и не рассказать. Ну, думаю, что, может быть, вам кому-то будет полезно и интересно. Смотрите, друзья, допустим, вы, как и я, возможно, массово загружаете видеоролики, например, об одной какой-то игре, либо же об одной какой-то информации, там, пускай, может быть, несколько подряд видеороликов о чем-то. Допустим, у меня это игра Front Mission 3, на нее у меня несколько десятков видео, практически, наверное, на порядок около 60 может получиться. И вот такая вот у нас с вами ситуация. Если вы через настройки добавляли возможности автоматического добавления, к примеру, тегов, какой-то дополнительно другой информации, описаний и тому подобное, то, разумеется, так как вы, скорее всего, записываете различные видео, как и я, некоторую информацию все равно нужно подредактировать до конца. Это, например, хэштеги, но и также теги, как основа, но и описание. Описание, а именно, например, информации или название нужно будет все равно делать, я думаю, что вручную, потому что, ну, как бы, с одинаковым названием несколько видеороликов создавать смысла нет. То есть, ну, как бы, запутывать людей это совершенно ни к чему. Например, смотрите, друзья, у нас с вами есть несколько видео, допустим, они вышедшие все в дате 2021 года, значит, 17 августа. Можно одновременно сразу же поменять информацию о дате записи нескольких видеороликов, допустим, например, их у нас с вами 7 штук. При помощи чекбоксов мы вот так с вами выбираем несколько видео. После этого у нас с вами появляется выбранность 7 видео, изменить, добавить плейлисты и другие действия. Мы с вами нажимаем изменить. И можем, например, в дате создания вот здесь выбрать дату нашего создания. Это 17 августа. Мы ее выбрали. Можем нажать сохранить изменения, если информацию нужно лишь одну изменить. Но если нужно изменить несколько информаций, то сохранить изменения не нужно нажимать, потому что придется некоторое время ждать, пока вся эта информация поменяется. Значит, что нам с вами необходимо? Например, также можем нажать добавить изменения и добавить теги. Если у вас установлено прекрасное расширение под названием VitaIQ для YouTube, то я рекомендую в первом каком-нибудь любом из одного из этих видеороликов изначально подобавлять какие-то теги, соответствующие вашему видео. Потом его опубликовать, проверить информацию по SEO VitaIQ. А после этого тогда уже те же самые теги добавлять на других видеороликах, связанные с, например, вот этим видео. Но, проще говоря, если несколько серий подряд у вас идет, например, про какую-то игру, то теги могут быть одинаковыми. Допустим, например, Front Mission 3, да, например. Затем Front Mission 3 прохождение. Также, например, Front Mission 3 PS. Так как она выходила на PlayStation, то, соответственно, нужно информацию вводить о том, что эта игра была на PlayStation, чтобы люди не путались. EPS XA, это через тот эмулятор, через который, например, мы проходим игру на компьютере. Ну и, допустим, Front Mission 3, пускай это будет, например, PSX. Мы с вами добавили несколько тегов, которые хотим добавить к этому видео. Но у нас с вами есть еще кое-что. То, что нужно обязательно помнить и обратить внимание, это выберите тип изменений. Есть возможность добавить, заменить все или удалить. Если вы выбираете добавить, то к тем тегам, которые у вас уже на видео присутствуют, добавятся еще дополнительно и эти. Но если у вас место в размере 500 символов уже переполнено, то, например, можно выбрать «Заменить все». То есть те теги, которые вы сейчас ввели, они заменяются на те теги, которые у вас уже введены на видео, они полностью удаляются и добавляются только эти. А если вы нажимаете «Удалить», то, соответственно, теги вообще удаляются полностью все. Но для этого придется здесь что-нибудь ввести. Например, какую-нибудь там цифру, может быть, 1, например, и полностью, хотя нет, цифра 1, скорее всего, не сработает. Какой-нибудь символ 1 просто вводите, там какую-нибудь букву, и нажимаете, к примеру, «Удалить», если вы хотите удалить теги. Но я бы не рекомендовал этого делать, потому что видео, если у вас мало просмотров, то вообще его поисковике просто никто потом после этого не найдет. Например, мы ввели определенное количество тегов и выбрали с вами 7 видео, в котором хотим, чтобы эти теги добавились. То есть это намного существенно упростит нашу с вами трату времени на ввод каких-то дополнительных тегов, выбирая, например, дата создания видео. Ну или, например, мы хотим еще что-нибудь поменять. Это, пускай, будет, например, дата создания мы выбрали, теги добавить мы с вами выбрали. И можно, например, поставить здесь описание. Описание тоже также очень важный момент, это добавить в начало, в самом начале описания. Если у вас автоматически добавляется какое-то описание, то можно выбрать, например, «Добавить в начало», либо «Добавить в конце». Если вы хотите добавить хэштеги, то их нужно добавлять через решетку. Лучше добавлять их в самом конце, не в начале видео, а в самом низу. Они все равно будут, самые первые три хэштега будут отображаться у вас, как раз, где у вас будет описание видео. В самом верху они синими буквами отображаются. Да собака, как-то мне надоело соседское, что ж такое. Заменить все, возможность. Если вы выбираете «Заменить все», тут нужно быть крайне внимательными, друзья. При выборе «Замена описания» нужно кое-что вам очень важное учесть. Допустим, друзья, смотрите, также очень важно обратить внимание на описание. Что здесь предлагается? Это возможность заменить все или удалить. Можно удалить полностью описание со всех выбранных вами видео, отмеченных галочкой, проще говоря, чекбоксами. Можно заменить все, то есть ту информацию, которую вы ведете, например, ну, проще говоря, например, там «Let's play» по «Front Mission 3». Если вы нажимаете «Заменить все», то ту информацию, которую вы ввели, добавится вот эта информация, а все остальное полностью описание просто удалится целиком. Это обязательно нужно вам учесть, друзья, потому что если вы это не учтете, выберете «Заменить все», то на всех видеороликах, выбранных чекбоксами, у вас просто заменится полностью все описание целиком, поставить 100, которое вы здесь ввели. Это очень важно. Например, вы хотите добавить теги, а точнее хэштеги к какому-то видеоролику. Пускай это будет тот же самый наш с вами «Front Mission». Добавить в конец мы с вами выбираем и вводим их через решетку. Решетка, например, «Front Mission 3» слитно, затем пробел, например, там «PSX». Все, мы с вами ввели, можно добавлять максимум до 10 хэштегов. Мы с вами ввели, например, два доп. хэштега, и нам, в принципе, эта информация, которую мы ввели, уже больше что-то либо нам с вами не нужно. Аудитория. В данном случае аудитория, например, «Видео не для детей», ну и так далее. Оно, в принципе, у меня стоит автоматически, поэтому это менять нет нужды совершенно. Значит, например, мы с вами выбрали также теги. То, что нам с вами нужно, это добавить. Добавить изменения. Мы с вами так добавить в конец. Мы выбрали описание «Front Mission 3» по «PSX». Ну и также есть возможность автоматической разбивки на эпизоды. Это, кстати говоря, новая функция, о которой надо будет, наверное, мне подробнее чуть в другой видеоролике рассказать, потому что есть возможность, например, для удобства зрителей на какие-то определенные минуты просто выбирать эпизоды. И чтобы человек мог по нашу с вами таймлайну просто выбирать тот момент, который ему нужен. Смотрите, что у нас также с вами идет. Пока что мы это затрагивать не будем. Оно автоматически у нас с вами включено, поэтому тут мы с вами ничего не будем изменять. Например, также возможность чего-то либо другого. Язык видео, оценки пользователей, создание коротких видео, использование вашего контента, разрешить или не разрешить. Тип лицензии, встраивание, комментарии, категории, причина отсутствия субтитров. Но это настроено уже у меня через раздел «Настройки». Автоматически эти параметры я не изменяю. То есть самое основное, что у меня затрагивается в изменении, это название, параметры доступа, монетизация, аудиторию. Так, аудиторию мы с вами, как я и сказал, не трогаем. И что-то у нас с вами еще нужно прокрутить, наверное, выше страницу. А, все остальное мы с вами уже добавили и поменяли. В принципе, друзья, по такому принципу действует массовое редактирование информации о видео, добавление хэштегов, удаление хэштегов, изменение тегов, также, соответственно, изменение описания, но изменение, например, названия. Но, что стоит учесть при изменении названия, друзья? Это также очень важно. Название можно добавить в начало, добавить в конец, либо же полностью заменить все. Можно ввести название в видео, которое вы хотите, и массово также его поменять на всех видео, которые вы желаете. Но, единственное что, когда вы здесь введёте название, оно либо добавится ко всем видеороликам это название в самом начале, либо оно добавится в самом конце, либо же оно заменит полностью то название, которое есть у вас сейчас. Если вы введёте, например, Front Mission 3, то полностью на всех видео, отмеченных в вашей... в ряд, например, там, 7 чекбоксов, то у вас, соответственно, поменяется название на Front Mission 3 полностью одинаково на всех видео. И для меня это будет очень неудобно, потому что мне придётся искать, рыться в видеороликах, которые у меня загружены, которые у меня отсняты, и в каждое видео отдельно открывать, смотреть по тайм-кодам и, соответственно, искать вообще вот возможности, как поменять мне название. Потому что, если, например, у меня здесь название вот какого-то формата PSXE 205 2021 и так далее, и так далее, то я открываю его, например, в списке моих отснятых видеороликов, я его там нахожу по этому же названию, и сразу же редактирую картинку и думаю, как его назвать, ну, как бы в названии серии. А так, если всё одинаково создаться в названии Front Mission 3, 10 видеороликов с одинаковым названием, ну, мне просто, ну, будут муки. Просто придётся мучиться, менять название на каждом, искать по тайм-кодам сколько, где и как, чтобы понять, какой у меня номер серии. Это очень тяжело и неудобно, поэтому в данном случае редактирование названия я вот не хочу этим заниматься. После того, как мы с вами полностью всю нужную информацию нам поменяли, что мы с вами нажимаем? Мы нажимаем «Сохранить изменения». Но перед этим также мы вновь ещё раз убеждаемся, что мы всё ввели правильно, описание добавить в конец, теги добавить, дата создания 17 августа. После этого мы нажимаем «Сохранить изменения». Да, я осознаю, последствия этого действия, выбранное видео будет обновлено, когда этот процесс начнётся, остановить его будет нельзя. Мы нажимаем «Сохранить». Всё, у нас с вами происходит сохранение, обновление начинается через несколько секунд, и идёт обработка видео. В тот момент, когда происходит обработка видео, разумеется, мы с вами массово также редактировать несколько видео, изменять их описание и тому подобное невозможно. То есть нужно дождаться окончания данного процесса. Но можно изменять что-то, либо информацию какую-то по отдельности. Например, вы нажимаете «Сведения» и какую-то информацию, которая вам нужна, просто здесь её, собственно, меняете. То есть то, что вы хотите, взяли, поменяли, переименовали, нажали «Сохранить» и «Закрыть», и, собственно, у вас всё сохраняется. Либо же, например, параметр доступа, доступ по ссылке также добавляете, ну и всё, у вас работает. Также есть возможность сделать ещё кое-что. Так как я здесь ничего не поменял, я нажимаю «Просто выйти». Есть возможность также выбрать количество строк на странице. 10, 30 или 50. Для вашего же также удобства, чтобы можно было на одной странице чекбоксом выбирать до 50 видеороликов. И, разумеется, информацию обновлять сразу же на 50 видео. Я, конечно, таким запасом их особо не загружаю, то есть я могу, например, залить здесь там, как бы там, ну, с десяток огромное количество серий, а потом их редактирую сейчас в данный момент по отдельности. Это очень муторный, очень долгий, ребят, процесс, и он, конечно, требует просто усидчивости. Поэтому на этом пока что всё. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и рассказать друзьям. Огромное спасибо за внимание, ребят. Будет очень много всего крутого, не менее интересный летсплей, гайды и всё-всё-всё прочее сможете найти у меня на канале. С вами был ваш Юранка, пока что я прощаюсь, не переключайтесь, и пока-пока, ребятушки.